Приветствую вас, братья и сестры. Сегодня вечером на молитвенном собрании, перед тем, как у нас будет хлеб преломления, воскресенье, я хотел бы поделиться некоторыми размышлениями, чтобы немного подготовить, возможно, нас к участию в вечере нашего Господа Иисуса Христа. Я назвал сегодня свою проповедь «Самозначимость, разрушенная крестом». Знаете, каждый человек, верующий человек, какой бы стаж духовной жизни он не имел, какими бы дарами Бог его не наделил, даже самый великий, святой, живущий на этой земле, продолжает оставаться грешником, нуждающимся в Божьей благодати. В нашей жизни мы хотим того или не хотим, мы сталкиваемся с тем, что в нашей жизни мы, верующие люди, все равно продолжаем жить с большим самомнением о самих себе. Это может выражаться в нашем отношении к нашим близким, к нашим друзьям, к нашей семье, к нашей церкви, к нашим отношениям, к обстоятельствам, когда я думаю о том, что я намного лучше, чем обо мне думают. Я намного лучше, чем кто-либо другой. Я чего-то стою сам по себе. Когда мое мнение о самом себе, оно влияет на мои действия, на мою жизнь. И это плохо. Это плохо, потому что от того, что мы ставим себя высоко, ставим себя выше других, нам труднее спускаться вниз, чтобы служить, чтобы любить, чтобы, как говорил Иоанн, прощать, чтобы чувствовать наших ближних, чтобы чувствовать их нужды. И эта борьба длится всю нашу жизнь. Это не проходит через 5-10 лет после обращения, это не проходит после того, как вы приняли крещение, это не проходит после того, как вы прочитали Библию 20 раз. Это война, которая происходит в нашей душе постоянно. Как я говорил в прошлый раз, когда говорил о грехе, то в нашей душе постоянно идет война. И если мы используем инструменты, данные Богом, то мы можем побеждать нашу плоть, наши похоти, наши внутренние желания, которых у нас еще очень много. Наших греховных желаний, с которыми мы боремся, которые люди, возможно, не знают. И даже мы можем выглядеть такими смиренными, добрыми, отзывчивыми, кроткими, но на самом деле в нашем сердце может еще, даже не может быть, а находится этот корень греха, который иногда только мы его срубим, думаем, что все, он уже сгнил, его нет, он в самый неподходящий момент вырастает и проявляется наше самомнение о самих себе, о том, что я что-то значу. Как же нам с этим бороться? Как же нам иметь правильное мнение о самих себе? Как же нам побеждать нашу самозначимость? Потому что наша самозначимость, она неизменно ведет нас к гордости. Гордости о том, что вот я, посмотрите на меня, я что-то стою в этом мире. Это может зависеть от моего достатка, от моего образования, от моего статуса, кто я, где я родился, кто мои родители, кто мои родственники, какое мое семейство, в какой церкви я нахожусь, какое образование у меня есть. Это может от многих разных факторов зависеть. И это вредит. В первую очередь это вредит и это опасно, потому что гордость противна Господу и Бог гордым противится. И гордость закрывает наши глаза на реальность, чтобы видеть себя таким, каким мы есть, как Бог нас видит и видеть реальность вокруг нас правильными глазами, чтобы правильно действовать. Я хотел бы всего лишь дать два отрывка в Писание, на которые мы посмотрим, которые приведут нас к тому месту, где мы теряем свою самозначимость, где наша самозначимость трещит по швам. Откройте, пожалуйста, вместе со мной книгу пророка Исаии, пятьдесят третью главу. Книга пророка Исаии, пятьдесят третья глава. Это известная глава для каждого из нас. Мы ее неоднократно читали. Она описывает пророчество Исаии о Мессии. Она описывает пророчество Исаии о Мессии, о Агнце, который придет, который умрет. И здесь есть важный отрывок, очень важный отрывок, касающийся сейчас темы наших размышлений. С четвертого по шестой стих. Давайте прочитаем вместе. Исаии 53, с четвертого стиха. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он извязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши, наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас». Этот отрывок говорит об Иисусе Христе. Этот отрывок говорит о Его жерде. И этот отрывок, эти стихи, показывают настоящую картину нас с вами. кто мы есть сами по себе. Крест показывает наше истинное лицо. Когда мы смотрим на крест Иисуса Христа, на Его жертву, мы видим настоящих себя. В этом отрывке мы видим, что Иисус Христос понес наши немощи, наши болезни. Мы думали, что Он был наказуем Богом, что Он был виноват, как Исаи описывает. «Но причина страданий нашего Господа в нас с вами. Но Он извязнен был за грехи нашим». То есть, Он был очень сильно мучен за беззаконие наше. А почему? Потому что все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Если вы когда-нибудь наблюдали за стадом овец, когда они разбегаются, когда овцы бегают там, где они хотят, то это интересное зрелище. Они не знают, они не слушают голос своего пастыря, они бегают, где хотят, они падают, они погибают, их трудно собрать, они непослушные. И мы, как эти овцы, которые разбежались, мы ходим каждыми своими путями. Как иногда говорят, мы ходим на своей волне. Нас не интересует ничего другого, мы жили так, как по своим законам. И это описание нас. Когда мы приходим ко Кресту Иисуса Христа, мы видим, что причина того, что он там умирает, это потому, что я ходил своими путями. Я жил так, как я хочу. И я сейчас, когда грешу, когда я поступаю так, как мне угодно, когда моя самозначимость, она вырастает, я думаю, ой, я что-то значу сам по себе, моя гордость начинает пробуждаться во мне. Крест Иисуса Христа он показывает, посмотри, из-за вот такого состояния ты пошел против Бога, ты жил против Бога, и Бог пошел на крест. наше беззаконие, наши грехи, наше самомнение, это была причина, по которой Бог спустился с небес и пошел на крест. Почему? Потому что мы не искали Бога, мы совратились с пути, мы жили, исполняя желание плоти своей, своих похотей, жили так, как мы хотим. И это причина. Крест показывает наше истинное лицо. Вот кто мы сами по себе, без Бога, вне Бога. Наша характеристика эгоисты, живущие на земле. Так Библия говорит. И это правда. Если мы честны сами с собой будем, то мы в своей жизни, оценивая себя, мы увидим, что даже в наших самых, бывает, благих намерениях, добрых поступках где-то просачивается наше «я». Чарльз Спержин когда-то сказал такую фразу, что даже в самых моих святых молитвах, даже самые мои святые молитвы самые великие добрые дела, они имеют примесь греха. Потому что где-то там в нашей плоти оно все равно еще этот грех присутствует. Даже когда я молюсь, стою перед Богом, в моих молитвах может быть эгоизм, в моих молитвах может быть грех. Неправильный мотив, неправильная мысль, неправильное слово, неправильное желание, неугодное Богу. это мы с вами по натуре своей. И нам нечем здесь хвалиться. Нам нечем хвалиться, потому что мы были противниками Бога. Мы верующие были противниками Бога. Не верующие люди, они являются сейчас противниками Бога. И то, что человек думает о себе, что я чего-то достиг, я обладаю чем-то, это всего лишь пыль, ничего не значащая по сравнению со святостью Бога. Поэтому, когда мы приходим ко кресту, мы видим Голгофский крест, мы видим жертву Христа, и мы осознаем, это из-за меня. И это дает трещину в нашей самоправедности, в нашем самомнении самих себе. Чем я могу хвалиться? Кто я такой? Что я вообще значу? Из-за меня умер Бог. И когда в моей жизни я что-то требую к самому себе, что я ожидаю уважения других людей, я требую, чтобы меня любили, чтобы заботились, требую внимания к себе, как будто я имею на это право. Мы не имеем ни на что права, если быть честными. Мы не имеем ни на что права. Если быть по справедливости, мы заслуживали все ада, но мы получили по милости Бога, благодать и спасение. И поэтому все, что мы имеем и все, что мы получаем, это благодать, это милость. Опять же, спержен сказал, говорит, что все, что не ад, это благодать. Чем нам хвалиться? Чем нам гордиться? Второй отрывок, который еще сильнее разрушает основания для какой-то гордости в нашей жизни, который возвращает нас в реальность и показывает нам нас самих, это послание к римлянам 3-я глава. Послание апостола Павла к римлянам 3-я глава. И мы прочитаем с 19-го стиха. В 11-м и 12-м стихе Павел пишет о людях, что нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, не делающего добро, нет ни одного. Из 19-го стиха. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его искупления во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время доявится праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться, уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры, ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. Что здесь говорит Павел? Апостол Павел говорит следующее. Если мы возьмем критерий оценки самих себя по закону, ибо он говорит, ну если вот есть закон, что нужно вот посмотреть так, правильно, моральный кодекс, то некоторые люди они могут сказать, ну я не нарушаю определенные заповеди, я довольно хороший человек. Но Павел говорит, если я оцениваю себя законом, правилами, то перед Богом я нарушитель, абсолютный нарушитель. Потому что, как Библия говорит, что если кто-то согрешает в законе в одном чем-то, согрешает во всем. нарушающий одну заповедь нарушил все. Мы не оправдываемся законом, даже в вопросе нашего спасения, в вопросе отношений с Богом, мы не имеем ничего, чтобы Богу предложить. У нас нет ничего, чем бы оправдаться. Мы получили оправдание даром, по его желанию, по его милости, по его воле, по его изволению. Потому что Бог захотел. И нам нечем хвастаться. Мы не можем ничего сказать. Ну, я верующий, я вот такой молодец, я поверил в Бога, я спасенный. Аллилуйя, это же я, я же выбрал Бога, я такой хороший. А Павел говорит, нет, нечем хвалиться нам. По благодати Бога. Бог сам предложил себя в жертву за наши грехи, потому что другого выхода не было, для того, чтобы нам оправдаться в крови Иисуса Христа. И это разрушает всякое основание для того, чтобы мы хвалились самим собой, чтобы мы думали о себе, что я что-то значу сам по себе. Самое великое дело, совершенное во вселенной, это спасение грешника. Это невозможное. Мы были мертвые. Павел говорит, вы мертвы по делам и преступлениям, а Бог оживотворил. Самое величайшее чудо. И здесь нам нечем хвалиться. Мы здесь не принимали участие того, чтобы это моя заслуга. Это Божья благодать, это Его милость, это Его действие. И это разрушает всякая самозначимость в нашей жизни, всякую гордость. Каждый раз, когда я думаю о себе, что я что-то значу, когда в моей жизни я вижу, как гордость изменяет мое отношение к моим близким, к моим братьям и сестрам, когда я начинаю смотреть свысока, думаю, ага, я уже довольна 50 лет член церкви, я уже Библию 10 раз прочитал, а ты один раз не, я выше, я значимее, Бог меня больше любит, вот у меня такая самооценка поднимается, а я столько делаю в церкви всего хорошего, я везде участвую, а я родственник Билли Грэма, а я еще кто-то, Библия говорит, посмотри на крест, на крест посмотри, чем хвалишься, нечем хвалиться, все основания для того, чтобы нам хвалиться, они уничтожены, потому что в 27 стихе он пишет, где же то, чем бы хвалиться, уничтожено, каким законом, законом дел, то есть на основании закона нам точно нечем хвалиться, потому что мы не оправдались перед Богом законом, закон нас осуждает, ты виновен, достоин смерти, Павел говорит, уничтожена наша хвала, наша гордость уничтожается законом веры. Я могу только поверить, только принять, и все. Но я ничего не сделал для того, чтобы это заслужить. Крест лишает нас всякого основания для высокого мнения о себе. Поэтому, когда мы подходим к вечерию Господа Иисуса Христа, когда мы вспоминаем о том, что сделал Бог, это разрушает нашу гордость. И эта борьба, этот процесс продолжается всю жизнь, пока мы на земле, потому что мы грешники, каждый день нуждающиеся в благодати Иисуса Христа до того времени, пока мы придем в вечность, когда мы станем совершенными в небесах. И поэтому мы постоянно нуждаемся в том, чтобы проповедовать Евангелие самому себе, что я ничего не значу без Христа. Все Он, только Он, мне нечем гордиться. Как только в моем сердце пробуждается какой-то корень, я что-то значу, крест сразу показывает, ничего не значишь. Все только благодать. Какое же правильное состояние, когда мы осознаем сами себя, кто мы есть? Это последний текст Писания, который я хотел бы прочитать. Матфея, 5 глава, откройте, пожалуйста. Матфея, 5 глава. Начало на горной проповеди. И он, открыв уста свои, учил их, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Это состояние, к которому нам необходимо стремиться, к которому необходимо молиться, просить Бога, когда мы осознаем, кто мы сами по себе. Когда мы осознаем, что нам нечем хвалиться. У нас нет никакой значимости. Это состояние, удивительное состояние, нищих духом, плачущих, жаждущих правды. Это людей, которые приходят к Богу и говорят, «Боже, у меня ничего нет. Мне нечем хвалиться. Я никто. Все, что у меня есть, это Ты, Христос. Все. Нет Христа, нет жизни». И когда мы приходим, как Христу, с таким состоянием, к вам поймал, мне нечем хвалиться. Я никто. Мне нужен Иисус Христос, который все во всем, Он дает счастье, Он дает смысл жизни. Это разрушает всякую гордыню. Это разрушает мое само мнение о себе, самозначимость. Это меняет мое отношение к другим людям, потому что я понимаю, что я все получил по милости, и благодати Божьей. И это возвеличивает Христа. Его жертвы, я понимаю, насколько велик Бог, насколько Он любящий, насколько милосердный, насколько Он добр. Где был бы я, если бы не Иисус Христос, если бы не Его кровь? Поэтому, когда мы будем участвовать в воскресенье, в вечере Господней, давайте также размышлять о том, что жертва Иисуса Христа, она разрушает всякое основание в нашей жизни для гордости, для само мнения, самозначимости какой-то, и показывает нам наше истинное лицо, наше положение перед Богом, и показывает, с каким сердцем мы должны подходить к Богу, к своей жизни, и к отношению с другими людьми. Какое сердце ожидает от нас Господь? Я не знаю, кто сказал эту фразу, точно не помню, но она мне очень нравится. Она звучит так. «Нет ничего более смиряющего, чем взгляд на Бога, умирающего за твои грехи. Нет ничего более смиряющего, чем взгляд на Бога, умирающего за твои грехи. Пусть взгляд на Бога, умирающего за наши грехи, поможет нам побеждать свою гордость, ценить жертву Христа, возвеличивать его в своей жизни и жить с благодарным сердцем за его спасение и милость к нам. Аминь. Помолимся.